Добрый вечер. Урок за поднятие души Яков бен Нахум и Владимир бен Григорий. Глава шмот. Урок второй. И пошел один человек из рода Леви и взял с жены дочь Леви. И зачала эта женщина и родила сына. И увидев, что он хорош, скрывала его три месяца. Но доля скрывать его не могла. Значит, этот человек является внуком Леви. Он сын Кегата, сына Леви. Зовут его Амрам. Это один из четырех праведников, которые за всю свою жизнь ни одной заповеди не нарушили. Он женится на своей тете, на родной сестре его отца. Зовут ее Хавет. И написано, что женщина родила ребенка и скрывала его три месяца. Но более скрывать ее не могла. И вот то, что египтяне приходили и топили младенцев. Они знали, когда Амрам женился. И отсчитали от этого девять месяцев. Поэтому в любой момент они могли прийти и утопить ребенка. Почему написано, что она скрывала его три месяца? Дело в том, что Раши приводит к благосвоенной памяти трактат НИДА. Где написано, что если женщина рождает ребенка после шести месяцев и одного дня, то он выживает, а пошел седьмой месяц. Получается, они должны были прийти проверить через девять месяцев. Вот у нее было три месяца запаса. Его пряток получается. Что это нам интересно открывает? Очень интересно посмотреть главу В.Ц. Где рождается еврейский народ. Яков рождает своих двенадцать детей. Он пришел к Лавану в 77 лет. И в 7 лет он работает за Рахель. Значит, первые 7 лет он отработал неженатым. Потом он женится. Так получилось, что у него сразу появились две жены. Лея и Рахель. Мы на этом останавливаться не будем. И в последствии у него еще появилось две наложницы Бильгайзильпа. За 7 лет эти четыре женщины родили 12 детей. Медраж пишет, все дети Якова в этот период родились семимесячными. Естественно, что если за 7 лет рождается 12 дней последовательно, то получается, что 7 умножить на 12 будет 84 месяца. Но мы с вами знаем из Торы, что если родился ребенок, то можно спать с женой, если мальчик родился через 7 дней, если девочка родилась через 14 дней. Получается, что должен быть между каждым ребенком перерыв. Мало того, написано, что Лея родила 4 сына. Ревена, потом Шимона, потом Леви, потом Ягуду. Восхвалила Бога и написано, перестала рожать. Рахель видит, что не родила Якову. Говорит, дай мне идти, не то я умираю. Она дает ему в жены свою рабыню Бильгу. И рожает Бильга, Дана и Нафтали. Лея видит, что перестала рожать. Рахель уже получила двух детей от Бильги. Лея дает свою служанку Зильпу Яков в жены. Зильпа рождает Гада и Ашера. И написано, и было после того, как она перестала рожать Лея, пошел рювер, нашел мандрагоры в поле, дудоим называется, растение от бесплодия. Принес Леи матери своей. Он действует, видит ребенок 4 года, что мама не рожает. Принес. Он понимает ситуацию. Рахель просит мандрагоры. Лея говорит, пусть мой муж за это. Рахель говорит, Лея, пусть мой муж ляжет за эту ночь с тобой. Моя очередь, но пусть с тобой ляжет. За мандрагоры сына. Лея забирает Якова себе и рождает и Сахара, потом опять рождает Зволуна и Дину. И потом все вышли, вспомнил о Рахеле. И она зачала и родила сына, назвала его Иосиф. Сказала, да прибавим Бог другого сына. И все, 7 лет закончились. Как же могли они уложиться в эти 7 лет 12 детей? Если сложить по 7 лет, получается 7-месячные все, то не получится, а перерыв между родами. Так вот, если мы читаем этот комментарий Раши, что скрывала ее 3 месяца, больше скрывать не могла, и 6 месяцев, и 1 день, и дальше 7-месячный ребенок, тогда все сработает. Тем более перерыв у нас не 7 дней, а мы еще учитываем наше знание от наших мудрецов. Раша говорит, что Рабь Игуда нам передает по традиции, что каждый из сыновей Якова рождался с двойняшкой сестрой. Тогда получается, что после родов 14 дней женой спать нельзя. Получается тогда, что вот эти как раз 6 месяцев и 1 день как раз списываются. И если мы так все сложим четко, перерывы между всеми родами, у нас четко получится 84 месяца, 7 лет. Вот что нам дает этот комментарий к главе Шмот. Вот так вот. И Медраж, который говорит, что все дети Якова родились в эти 7 лет 7-месячные. Вот так вот. Так мы вот эту загадку можем для себя открыть. Так. В общем, после этого Яковед видит, что скрывать ребенка больше 3-х месяцев не может. Она делает ларец из папируса, обмазывает его асфальтами и смолою. Снутри был хороший запах. Снаружи была обычная смола, чтобы ребенку было хорошо. И она его ставит в камышах. И как Всевышний решит. Выживет, выживет, не выживет, не выживет. Вот такая ситуация. И сошла дочь фараона искупаться в реке. Звали ее Батия. Она не просто пришла искупаться в реке. Река это не такая безопасная. Это не Волга и не Днепр. Потому что там крокодилы, там змеи, там страшные разные насекомые. И так просто искупаться никто бы не пошел. И мало того, что она принцесса, у нее во дворце есть бассейн, она может искупаться. Но дело в том, что она поняла, что хочет служить единому Богу. Она поняла, что идолопоклонство ее не устраивает. Она принимает геюр. Для этого нужно обязательно окунуться в миквы. Миква это служит река. И поэтому она пришла. И в этот момент находит она ребенка. И назвала она этого ребенка Маше. Потому что из воды я вытащила его. Вот это имя за ним закрепилось. У нее еще и другие имена есть. Но имя Маше так за ними и осталось. Благодаря Всевышнему ребенок попадает и становится принцем Египта. Спасибо за внимание. Завтра с помощью Ашема продолжим. Всего самого наилучшего. До новых встреч.